Благоприятный вечер Благоприятный вечер Благоприятный вечер Благоприятный вечер Благоприятный вечер Благоприятный вечер Похороны Ивана Прохоровича будут в среду на 11 часов утра на новом кладбище И мы будем молиться, чтобы Господь благословил И устроил братья и сестры и похороны и утешил скорбящих Да будет милость Божия над этим родством Открывая наше богослужение, друзья, мы настроим себя на воспоминания о страданиях и смерти нашего Господа Мы рады приветствовать наших друзей, кто с нами будет в служении через интернет И открывая наше богослужение, друзья, читаю три стиха с третьей главы Евангелия Иоанна 14, 15 и 16 стих И как Моисей вознес змею в пустыне Так должно вознесено быть сыну человеческому Дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного Дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную Слава Богу! Дорогие мои, да наполнить Святый Божий Дух сердца наши Чтобы нам уразуметь, познать и оценить Великую любовь Божию Которую Он явил нам В Сыне Своем Единородном Нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе Открывая наше богослужение, дорогие Мы встанем пред Господом и будем прославлять имя Господне Приготовляясь к молитве о благословении Слава Богу, братья и сестры Мы будем петь псалом номер 803 В вечных обителях Божьего рая Нас там Спаситель дивный ждет С радостью на пришельцев взирая Ангелы нас встретят у ворот Номер 803 Вечных обителях Божьего рая Нас там Спаситель дивный ждет С радостью на пришельцев взирая Ангелы нас встретят у ворот Нас спасенные у ворот Нас спасенные у ворот Нас же с Богом и на срях поведут Нас спасенные у ворот Песни славы Господу поют Ах, да не поют Песни славы Господу поют Новик там встретим любимых сердечно Что раньше нас пришли туда Ах, с у нас радостью бесконечной Песня «Слава Господу» 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 ПЕСНЯ 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 или на телевидении и тому подобное. Но слово «блаженный», оно часто употребляемое в молитвенных богослужениях. Когда собирается народ Господень, именно слово «блаженный», мы должны еще раз, еще раз, мы блаженны. Если что-то тяготит, если что-то смущает, мы должны сказать, я же блажен. Господь сказал, что я блажен. Почему? Потому что Господь есть Бог. Именно это слово «блаженный» Христос в своей Нагорной проповеди не однажды употребляет и одно из его выражений блаженства. Он говорит так. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Каждый из нас испытывал голод, каждый из нас испытывал жажду, и мы знаем цену всего этого, что когда человек что-то хочет, пить хочется, несмотря на какие цены продается, там бутылочка воды в аэропортах бывает так дорого, но люди не считаются с этим, потому что жажда, он хочет пить или кушать и тому подобное. Но Христос говорит обо другом. Тот, что блаженны алчущие и жаждущие правды. Почему? Потому что они насытятся. Для того, чтобы душа наша получала это насыщение, мы приходим к нашему Господу. Мы приходим к тому, который дает, дает просто без упреков, который дает именно потребное, нужное для того, чтобы души наши возрастали, чтобы души наши укреплялись. И некуда в беседе с женщиной из Самарии, Иисус Христос, когда пришла эта женщина, чтобы подчеркнуть воды, чтобы приобрести то необходимое, потому что человек не может жить без этой воды. Она пришла за водою к этому водоему, но встретила туго, который сказал ей о живой воде, о воде, которая ей дает жизнь. И Христос сказал, что, о, если бы ты знала дар Божий, кто говорит с тобою, то ты сама бы просила пить у него. И воистину, после этой встречи, после разговора, она получила эту живую воду, ту воду, которую она уже готова была поделиться с другими, сказала, пойдите, посмотрите, не он ли Мессия. Она получила то, что, она не знала, что искала. Она пришла за обыкновенной водой, но получила живую воду. Поэтому, приходя к нашему Господу, мы так и будем, Господи, мы порою не знаем, что мы ищем, мы порою что-то в каких-то поисках, в каких-то желаниях, но ты знаешь потребное. Господь да насытит, Господь да восполнит всякую нужду по богатству своему в этот вечерний час, да прославится Его Святое Имя, а мы будем нуждаться, мы будем жаждать, а мы будем алкать и приходить к нашему Господу, прославляя Его. Аминь. Велик Господь и Имя Твое Святое, велик Бог наш и верность Твоя от века и до века. Благодарим Тебя за это и славим. Благодарим Тебя и славим. Благодарим Тебя и славим великого Бога, Великого Бога, Бога Богов, Царя Царей, Господа сил проставлять желаем, величать желаем, превозносить всемогущее имя Твое, всемогущий Бог. Хвала Тебе и слава, хвала Тебе и слава, ибо Ты есть любовь, Ты есть мир наш, Ты есть прощение наше, Ты избавление от всякого греха. Хвала Тебе, армина глайсен, глория мин глагасен, Царь Царей и причин причина, устроение и сила, Ты дивно велик, Ты дивно велик, Господь, слава имени Твоему, слава имени Твоему, слава имени Твоему Вседержителю, наш Господь и наш Кривитель, прибежащий скорой помощи к бедах, кому нам идти, Иисус, Ты знаешь пути наши, Ты знаешь поиски наши, Господь, Ты знаешь нужды, ожидания и запросы, Ты все знаешь, Господь, Ты все знаешь, Господь Иисус, помоги нам, великий армина глайсенис инская опора, Господь сил царославы, от Тебя не скрыты нашся тайны, великий промыслитель, даятепелетворец, армина слайда и глория мин глагасен, Ты дивно велик, Ты дивно велик, Ты дивно велик, Семогущ Бог наш, армина санты, глория мин глагасен. Отец наш, к Тебе приходим и к Тебе обращаемся во имя Иисуса Христа. Мы вновь идем к Тебе, потому что мы дети Твои, мы искуплены ценой крови Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Ислам, за это право, за возможность приходить Тебе во всякое время. Господь, Ты близок ко всем призывающим Тебя, ко всем призывающим Тебя в истине. Господи, дай нам призывать Тебя так во имя, Господи, состоянии. Дай нам, Господи, Боже, невзирая ни на что, но на Тебя уповая, за Тобой идти, в Тебе пребывать, в Тебе укрепляться, и в Тебе, Господи, Господи, святить Святого и хвалить Святое Имя Твое, Господи. Ты силен восполнить всякую нужду. Теперь, Господи, когда мы собрались на том месте, Господи, Ты знаешь переживания каждого сердца, потому что Ты образователь, Ты создал сердца наши и вникаешь в дела наши, Господи. Посему, Господи, дай нам оставить все земное, Господи, все суетное, Боже, но чтобы нам соединиться с Тобой, чтобы нам приближаться к Тебе, чтобы нам воистину быть жаждущими и алчущими истины Твоей всемогущий Бог, насыщай Господи Божью силу Твоими словами напояй Твоей живительной водой каждую душу и каждое сердце, Господи, кто нуждается в исцелении, Ты силен явить Господи, а это кто нуждается в прощении, Ты силен прощать потому что Ты Бог прощающий Ты силен, чтобы спасать благодарим Тебя, Иисус, что Твоя сила не устощается, Ты готов и теперь спасать, Ты теперь милуешь, Ты теперь прощаешь, слава Тебе, Господь, благодарим за день благоприятный, за день спасения за лето Твое благоприятное благодарим Тебя, наш великий Бог, прославленный Избавитель, да святится и славится имя Твое, сердца наши при Тобою, да будет, как жаждущая земля да будут открыты при Тобою чтобы Ты наполнял, чтобы Ты оживлял и чтобы имя Твое святилось и славилось Тебе поклоняемся, приносим славу и честь, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Друзья, давайте мы споем Псалом номер 95. Как много звезд на небеса горит в бесчисленных лучах, но лучший звезд всех красота божественной любви Христа. Номер 95. Как много звезд на небеса горит в бесчисленных лучах, но лучший звезд всех красота божественной любви Христа. Любовь Христа Любовь Христа Любовь Христа Она светлее всех светит О, сердце так же, слой всегда На грехе Стоя свиста Любовь Христа Хоть день Твоем Ведет Тебя От солнца Стоя свиста Любовь Христа Любовь Христа Любовь Христа Любовь Христа Она светлее всех светит Любовь Христа Пришел Христом С тех пор она Для всех ночей Теперь и та И в мире ли А она У сердца Проследи Всегда Любовь Христа Любовь Христа Любовь Христа Любовь Христа Любовь Христа Любовь Христа Она светлее всех светит Он, Иисус, в ночь и днем, всегда горит, а на огнем ее снимет. Свой кровь и свет, и он тишень не верит. Любовь Христа, любовь Христа, любовь Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Любовь Христа, любовь Христа, любовь Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Город святой. Спасибо. 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 Слава нашему Господу. Слава нашему Господу. Сегодня у нас такое служение, гостей нет, как бы семейное, да? Молитвенное служение будет, да? Да. Потому что завтра у нас очень ответственное служение. Служение, когда мы должны протянуть руку к телу и крови Господа нашего Иисуса Христа. И пусть Господь нас благословит это сделать. Потому что не прикоснувшись к телу и крови, Христос сказал, кто не участвует, не имеет жизни, и кто участвует недостойно, будет осужден. Поэтому нельзя ни вправо, ни влево. Нужно идти только прямо на Иисуса Христа. Только прямо к Его ногам. Там, где есть жизнь. Знаете, в Слове Божьем написано, это Луки 11, первый стишок. Написаны такие слова. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». И вот Христос молился. И ученики не раз, наверное, слышали, но почему-то вот кто-то задал ему вопрос, и Христос дал молитву, в которой недостатка нет. Небольшая, но очень насыщенная и в ней заложено очень много. И первые слова идут «Отче наш». Знаете, совсем немного, два слова. «Отче наш». Но если их разложить и подумать, что Отец наш, Сущий на небеса, значит, мы имеем на небе своего Отца. Сущий, Он не мертвый, Он живой. Живой Отец на небе, к которому как на земле дети приходят, так и мы можем в любое время обратиться к нашему Отцу. Мы можем открыть перед Ним сердце, мы можем выплакать перед Ним все, мы можем о чем-то попросить, поблагодарить Его, прославить. И знаете, вот на этот стих когда-то тоже наши братья и сестры, это первые христиане, написали псалом. Знаете, это один из моих любимых псалом. И почему-то он мне опять вспомнился. Это еще в десяти сборнике было напечатано песни первых христиан. Я в этих сборниках его не нашел и взял в десяти сборник. И здесь есть такие слова. Именно, Господи, научи нас молиться. Лука 11, 1. Именно вот на эти слова кто-то написал этот псалом и записали его в песне первых христиан. Двадцать восемь номер. Научи меня молиться не словами, всей душой, чтобы мне не ошибиться бесполезной мольбой. Дай, чтоб в силе благодати я к тебе, Господь, взывал, чтоб молитве однократной ты поспешно отвечал. И вот здесь есть такие слова, что научи меня молиться не словами, всей душой. И знаете, это очень важно. Молиться не только словами, а молиться всей душой. В Слове Божьем написано, некогда Христос напоминал людям и говорил, это от Матфея 15 глава, Христос говорил здесь с девятого стишка. Он говорил, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И призвав народ, сказал им, слушайте, ну, сори, я извиняюсь. Седьмой стих, я взял немного. Лицемеры, хорошо пророчитал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И вот здесь Христос поставил, как бы, большой акцент или большое ударение, что есть разные люди на этой земле. И даже те, которые знают о Боге, может быть, помышляют, имеют веру, что есть Отец на небесах. Но Христос говорил, и говорил он это не нам, может быть, слава Богу, к счастью наш, а говорил народу израильскому, к избранному народу. Тот, который, Писание говорит, я носил его на руках, вывел из Египта, провел через море. И все крестились в Моисея, в облаке, в море, и ели небесную пищу. И много знамений сделал Господь. Там, где даже люди неверующие, когда подошли к Иерихону, то женщина та, в которой в дом зашли, соглотая, она говорит, весь народ не имеет силы против вас. Все народ, весь народ, все люди опустили руки. А причина в чем была? Она сказала, они слышали и знали, что Бог, который ведет вас, совершил там, в Египте, и тем путем, который Он вел. И весь народ в страхе. Они в страхе не пред людьми, а пред тем Богом, который ведет. То, что Он сделал, никакой Бог на земле не сделал. И вот этот Бог говорит Израилю, говорит этим людям, напрасно чтут, если это совершается не от всего сердца. Напрасные слова, тогда, когда приходят к Господу, взывают, и как в одном месте написано, Христос говорил, что вы говорите мне, Господи, Господи, а не делайте, что я говорю вам. Что вы говорите мне эти слова, зачем они мне нужны, если вы не делаете того, что я говорю вам. И вот эти первые христиане составили такой стих, они говорили, чтобы молиться не словами, а молиться всей душой. И второй стишок. Научи меня молиться, как вдова перед судьей, чтобы мне не утомиться, умолять тебя, Бог мой, чтоб с настойчивой верой от тебя не отходить, чтобы силы полной меры для работы получить. Смотрите, вот эти псалмы, они в основном пропитаны все Словом Божьим. Научи меня молиться не словами, а всей душой. И пример берется, как вдова перед судьей. Мы этот пример знаем, мы его читаем. Он написан и оставлен на странице Священного Писания для назидания к нам. Как эта женщина, которая имя из соперника, но вдова. Что может вдова? Бедная вдова, у которой нет денег, есть соперник, притесняет женщину, она ничего не может сделать. Идет к суде, защити меня, он не хочет. Судья неправедный, платить надо. Не заплатил, никакой лоер работать не будет с тобой. Не платишь? Иди делай, что хочешь. И она приходит к суде раз, и другой, и третий. И вот здесь написано, молиться так, как вдова. Сколько она раз приходила туда? Сколько нужно встать на колени пред Господа? Но молиться так, как эта женщина приходила. Наверное, у нее в сердце была все-таки вера. Может быть, когда-то этот судья что-то сделает. Может быть, все-таки помилует. И судья этот сказал сам себе, хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так, как она долгое время приходит и докучает мне, защищу ее, дабы боли не приходило ко мне. И Христос говорит, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Сказываю вам, если и медлит, то все равно вскоре пошлет защиту. Этот псалом еще говорит далее. Научи меня молиться, чтоб сбежал мой лютый враг, чтоб не мог он поживиться в данных мне тобой дарах. Дай молитвой силу плоти сокрушать и побеждать, чтобы сильным быть в работе, никогда не унывать. Молиться так, чтобы и враг сбежал лютый. У нас один враг, наша брань не против крови плоти, Писание говорит, а против духов злобы поднебесной. Своими руками ничего не сделаешь. Одно есть, горячая молитва к живому Богу. Ко Христу приходили и говорили, Господи, помилуй. То дочь беснуется, то еще что-то. Никто ничего не может сделать. Приводил даже к твоим ученикам. Кому-то не приводил. Никто ничего не может сделать. Господи, если ты еще, вот ты один остался, кому я не приходил, если можешь что-то сделать, сделай. Он один у меня. И Христос посмотрел и говорит, как с ним часто бывает? Он говорит, с детства. Как только не схватит, повергает, испускает пену, скребещет зубами. И многократно, то в огонь, то в воду бросал его, желая погубить его. Но он один у меня, Господи. Если ты что-то можешь. И как только увидел Христа, поверг этого сына, и Господь запретил его, думали, мертвый, все, умер. Подошел, поднял его и отдал отцу. Вот то же самое. По горячим молитвам этот враг уходит от любого человека и от нас тоже. И чтобы иметь силу и чтобы победить плоть, в одном из псалмов есть написано, «Дай мне в помощь святейшее имя Твое, без Тебя я не справлюсь с Собою». Знаете, сколько раз этот псалом как-то читал и наизусть выучил, и вот так вот как-то заострил, вот без Тебя. Вот сколько стараешься вроде жить по Слову Божьему, служить Господу, что-то делать, жить по Слову справедливо, честно. Не получается, никак не можешь победить свою собственную плоть, себя самого. И когда вот этот псалом Господь открыл глаза, «Дай мне в помощь святейшее имя Твое, без Тебя я не справлюсь с Собою, а воочиями, слава Богу». И начинаешь призывать имя Господа, и становишься на колени, и плоть начинает слушаться, собственная своя плоть. То мира нету, встал, помолился Господи, ну, помоги мне, ну, мира нету внутри. Откуда-то приходит мир, нету терпения, Господи, ну, помоги как. Откуда-то приходит смирение, терпение, становишься, идешь за Господом и благодаришь Его. Вот эта сила есть в молитве пред Богом. Научи меня молиться так, чтобы горы изнизвергать, чтобы гордый мог смириться, чтобы землю колебать. Научи меня молиться, чтобы свершались чудеса. Чтобы всем, кто выстремится, открывались небеса. Знаете, вот эти чудеса тоже написано, чтобы, как и написано в Слове Божьем, Христос сказал, и то, и то будет по вере вашей. Но я считаю, нижнее чудо, самое большое, чтобы по молитве спасались души людей. Это самое большое чудо, неверующий человек, а может быть, не поступающий поистине, противящийся. Но когда молятся, он начинает задумываться и говорит, что-то есть, что-то где-то есть. Потому что Господь касается его сердца. Так же может быть в свое время каждого из нас. «Научи меня молиться, как молился ты, Господь, чтобы пот, как кровь мог литься, чтобы все мне побороть. Дай молиться непрестанно, каждый день и каждый миг, чтобы прийти к стране желанной в свете радости Твоих». И вот этот еще один пример написан в этом псалме. «Молиться так, как молился Сам Господь». Молиться так, как молился Христос. А эту молитву мы, наверное, знаем, и часто читают, и часто приводят ее в пример, когда Христос перед тем, как был, уже должен был зайти на Голгофу. Последняя молитва совершает вечерю, которую мы будем завтра совершать по воле милости Божией. Будем совершать это служение. Христос преподал ученикам, благословил их, и идет в Гессиманский сад. И говорит, не всех взял, несколько человек взял, самых близких, которые с ним были на горе Преображения, которые много видели. Он берет их с собой и говорит, «Побудьте здесь и по бодрству со мной один час, а сам отошел на вержение камня и стал молиться Отцу». Молился он, говорил свое желание, как и в Слове Божьем, он говорил, «Отче, если возможно, да минует меня чаша сия». Он знал, на что он пришел, он знал, куда он идет. Он говорил, «Отче, если возможно, но на сие я и пришел». Он говорил свое желание, как и нам разрешает Писание, говорит, желание свое пред Богом. Но, последнее, «Отче, да будет воля Твоя». И Писание говорит, что пот его был, как капли крови, падающие на землю. И быв в Борене, вот это была борьба, все-таки не хотелось идти туда, там, где будут плевать и уничижать, там, где стоял и молчал, там, где являлись люди и говорят, «Что ты молчишь? Разве ты не знаешь, что я имею власть предать тебя на смерть и отпустить тебя?» А он стоит и молчит. Потому что, когда ранее говорил Христос, приводил в замешательство всех, ни фарисеи, ни саддукеи, никто не мог ему противостоять в слове. Любому говорил правду, и человек ничего не мог ответить пред лицом Божьим. Ничего на суде не скажешь пред Богом. Если что скажет Господь, это все. И вот это молитва Христа, которое оставлено нам в пример, чтобы мы могли молиться каждый день и каждый час, чтобы и мы могли войти в ту обитованную землю. Туда входят с молитвой, туда входят по милости Господа. И мы будем приходить к молитве. Мы тоже в этот час, в это время преклоним колени, открывая наши сердца, изливая внутренность пред Богом. Пусть Господь коснется каждого из нас сегодня на этой молитве, чтобы мы могли приобщиться к Господу, чтобы мы могли прикоснуться к Нему, а точнее, чтобы Он снизошел к нам по Своей милости и коснулся нас, и благословил нас всех на этом месте, и утешил, и помог нам. А Его имя пусть прославится, ибо Он достоин принять честь, хвалу и поклонение. Отцу, Сын, истому Духу. Аминь. Мы будем молиться. Боже, Иисус. Аминь. Иисус. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да благословит всех вас Господь! Благодарим, Благодарим! Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Потом наш братик Самуил, он расскажет стихотворение, и потом «Страна Дес» поет псалом. Песня «Страна Дес» 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 Приди, сказал он властно, слепой услышал ясно, он побежал к дороге, Христу бросаясь в ноги, о сын Давидов, ты мне дай прозветь, Христа тут повеленье, добудьте тебе зренье, покое, утешение и свет. Не плачь и ты, друг милый, коль ты больной, унылый, молись, и в скорби он поможет, и в радости источник, ободрись, открой Христу все горе, ой, грех велик, как море, он все простит, он исцелит, и вечный даст покой. Спаситель твой. Аминь. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Да благослови тебя Господь. И мама, и папа. Если горе людское повстречаешь в пути, Не пройди, не пройди равнодушно, не пройди, не пройди. Чье-то скорбное сердце утешение ждет, взором полным печали молчаливо зовет. Чьи-то руки простертые день и ночь к небесам, если в жизни страдания ты испытывал сам, Значит, ты понимаешь боль чужую без слов, Всей душой сострадаешь и утешить готов. Если добрую руку ты подал в нужде, Если люди как к другу потянулись к тебе, И сердца открывают ничего не тая, Значит, их согревает жизнь простая твоя. Теплоту и участие проявить к ним спеши, Сколько в этом есть счастья для уставшей души, В милосердии сердца сколько есть красоты, В милосердии к людям Бог сошел с высоты. Бог любовь и прощение людям щедро дарил, Он прощал, умирая, умирая, любил. Если так же прощаешь, не копишь ты обид, Значит, светом небесным твой светильник горит. Учись, у солнца жизнь дарить и свет, И каждому с любовью помогать. А на любовь не ждать любви в ответ, Кто может солнцу чем-нибудь воздать. А на любовь не ждать любви в ответ, Кто может солнцу чем-нибудь воздать. Учись, не обижаться, не грустить, А радовать, как радует оно. Живи, как солнце, чтобы с Богом быть, Стремись к добру, отвергнув жизни зло. Живи, как солнце, чтобы с Богом быть, Служи добру, отвергнув жизни зло. Учись, у солнца, путь всем освещать, А по встречавшим в горе помогать. Учись, у солнца радостно сиять, На небе жить, а землю согревать. Учись, у солнца радостно сиять, На небе жить, а землю согревать. Учись, у солнца радостно сиять, На небе жить, а землю согревать. Отца, чтоб люди меня добрые дела Прословили небесного Отца. Слава Богу! Слава Господу нашему! Господь подарил нам еще этот вечер по Своей великой милости. И, может быть, вам уже приедается это Слово, которое объявляю и я, и братья мои, что Он, только Он, по Своему благоизволению, во имя Сына Своего, собрал нас здесь, на этом месте, по великой Своей милости. И Ему хочу сказать слава в этот вечер. Аллилуйя! Благословен наш Господь! Позлюбленные мои, я хочу с вами вместе поделиться Словом Божьим, утешающим, направляющим нас, остерегающим нас, Словом Божьим, который окрыляет нас. Хочу, как в той песне мы пели, начать с того, той песни просит нас «Весть об Иисусе скажи мне, все про Него расскажи». Много раз братья мои говорили об Иисусе Христе, повествовали о том, как Он родился, как Бог благоволил в любви Своей предать Сына Своего мучению, как Он отдал Себя за нас, принеся Себя в жертву, в умилостивление за грехи наши, и как Он воскрес, победив ад и смерть, воссел Одесной Отца Небесного на престоле благодати. Слава Господу нашему! Много раз, много, много раз говорилось нам, и сегодня, этот вечер, я хочу то же самое сказать. Почему? Писание говорит нам такое слово, оставлено для нас. Откройте, если хотите, со мною вместе, хотя вы знаете наизусть, и я знаю это слово, 53 главу, только что брат мой прочитал. Написано здесь так. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, но Господь возложил на него грехи всех нас. Но Господь возложил на него грехи всех нас. Почему? Да потому что мы блуждали, все мы блуждали, как овцы, и каждый из нас совратил на свою дорогу, совратился на свою дорогу, и делали то, что неугодно было Господу, и делали то, что отвращало лице Божие от нас. Но Бог, но Господь возложил на него грехи всех нас. На кого же возложил Бог эти грехи? Ты хорошо знаешь имя Его, имя Ему Иисус Христос. Он есть Сын Божий, Он есть Искупитель мой, Он есть Искупитель твой. Слава Ему! Я хочу, чтобы ты сказал, Слава Иисусу Христу! Возлюбленные мои! Я бы не стеснялся бы ни перед кем сказать, что Иисусу Христу, победителю, да будет слава в этот вечер. Слава Ему! Аллилуйя! Он достоин, возлюбленные мои! Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца, веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Возлюбленные мои, братья мои и сестры, как это могло бы стать, как это могло бы стать, что Бог вот так вот соделал с Сыном Своим? И почему? Почему Он сделал это? Почему? Почему этот вопрос сегодня задается? Да потому что нам, чтобы нам глубже понять всю ту глубину, откуда исходит это действие Бога нашего. Ибо так возлюбил Бог мир, говорит Слово нам, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Возлюбленные мои, ибо так возлюбил Бог мир. Вот такая любовь Божия, чтобы предать Сына Своего Единородного, чтобы отдать Его на мучение, а Он, а Он, возлюбя нас, не последился наших грехов, которые были на Него возложены. Он продолжает нас любить, восходит на Голгофу, дает Себя распять. Принимая эти мучения, скорбь, Он там обнимает тебя и меня. Возлюбленные мои, такова любовь Божия. Так написано в Писании, и я верю, сказал Иисус Христос, что никто не может прийти ко Мне, если Отец Мой не призовет. Аллилуйя! Мы призваны Господом нашим, Богом нашим. Он призвал нас, и как Он сделал это? Он сказал, Сын мой, тебе тяжело. Илья, тебе очень тяжело. У тебя большая ноша грехов. Я их снимаю с тебя, возлагаю на Сына Моего, а Он, вот посылаю тебя к Нему, пойди, Он распят на кресте. И я пришел туда, и ты пришел туда. А если не пришел, приди и посмотри, взгляни на Него. Лик Его обезображен падче всякого человека, падче всех человеков, и вид Его, падче всех сынов человеческих. Он там распят, Он там распятый, Он висит там. Приди к Нему. Милый мой друг, это не мистика, это любовь Божья. Она приглашает тебя туда. Приди к Голгофе, посмотри, и положи все свое туда. Скажи, Господь, я Твой. Пусть Господь будет прославлен, ибо Его любовь и ныне не прекратилась. Слава Господу нашему. Аллилуйя. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих. Как овца виден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его, был безгласен. Аллилуйя. Слава Господу нашему. Так он не отверзал уст своих. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. И он предал его мучению. Он предал мучению Сына Своего, Иисуса Христа. Друг мой, за меня и за Тебя, и за Тебя, и за Тебя, и за каждого из нас. Аллилуйя. Слава Иисусу. Он предал его только потому, что любил нас. Слава Господу нашему. Только потому, что мы погибшие, погребшие в грехах, мы погребшие в лжи, разных лукавых ухищрениях, чтобы мы имели жизнь вечную, чтобы мы были омыты и очищены. Теперь он приглашает, приди, приди и посмотри на Сына Моего, приди к Голгофье, там у креста сложи все свое. Приди, приди, я люблю тебя, приди, приглашает Отец Небесный к Сыну Своему. Аллилуйя. Слава Господу нашему. И если ты думаешь, что ты несчастливый, я скажу тебе в утверждение твое, ты очень счастливый, ты блаженный, ты блаженный, потому что Господь пригласил тебя в любви своей к Сыну Своему, который также любит тебя. Да и более того, Он отдает жизнь свою за тебя, чтобы тебе пребывать в этой любви. Пусть Господь будет благословен, возлюбленные мои. Посмотрите на того агнца, о котором мы говорим, что он заклан. Возлюбленные мои, Иоанн, когда Господь открывал ему откровение, он пишет вот такое слово к нам. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы заклонный, имеющий семь рогов и семь очей. Агнец, как бы заклонный. Халилюя! Слава Господу нашему! Сей самый агнец, о нем я сейчас прочитаю дальше, возлюбленные мои, и вы увидите, что тот, который висел на Голгофе, воскрес, восстал из мертвых, победил, и вот о нем говорит нам апостол Иоанн, что он видел его, и я увидел, и я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы заклонный. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле, и когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред агнецем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фемиама, которые суть молитвы святых. Поют новую песнь и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени, и садил нас царями и священниками, Богу нашему. Аллилуйя! Слава Господу нашему! Вот куда привела нас любовь Божия. Он садил нас царями и священниками, Богу нашему, искупил нас от всякого колена народов и языков. Слава Иисусу! Неужели ты не скажешь громко «Слава тебе, Иисус!» Аллилуйя! Он достоин, агнец Божий закланный за нас, он достоин принять честь и славу. Возлюбленные мои! Здесь апостол Ян пишет о том, что происходило там, на небе, и как происходило здесь. И он говорит, что «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило, сидящему на престоле и агнцу благословения и честь и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь!» И двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Халилюя! Слава Ему! Слава Агнцу Божьему! Возлюбленные мои! Он говорит в Писании нам, послание к евреям, в десятой главе, я хочу прочитать, Он одним приношением, Иисус Христос, одним приношением себя в жертву навсегда сделал совершенными освящаемых. Это ли несчастье наше, братья мои и сестры, когда мы имеем вот такого вот первосвященника, который принес за грехи наши, в умилостивление за грехи наши не какую-нибудь другую жертву, а принес себя, себя в жертву, в умилостивление за грехи наши, чтобы нам, нас однажды сделать освященными, освящаемых освященными. И Он соделал это. Слава Иисусу! Я хочу, чтобы ты сказал громко, и я хочу услышать, может, я глуховат, скажи слава Иисусу! Аллилуйя! 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 Да будет имя Господа благословенно! Возлюбленные мои! Здесь я хочу прочитать десятой главе евреям. Здесь написаны такие слова. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа, путем новыми живым, которые Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистой, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший слава Господу нашему. Он верен слава Ему, слава Господу нашему. Возлюбленные мои! Мы будем представать пред Господом. И я хотел бы попросить вас всех, милые мои, я бы хотел попросить вас всех, давайте мы поразмыслим об этом, давайте мы будем думать об этом, давайте мы себя представим такие, как мы есть. Возлюбленные мои! У нас есть великое счастье, когда мы согрешаем, мы не можем оставаться во грехе, потому что Дух Божий через совесть нашу напоминает нам, Дух Святой напоминает нам о том, мы же имеем это большую привилегию приходить к тому, кто сделал нас совершенными и сказать, Господь, одежда, которую ты мне дал, запачкана, и святость, которая на мне твоя поругана, прости меня! И Он прощает, и Он обязательно очистит, потому что есть Его Слово, оставленное нам. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Слава Господу нашему! Вы знаете, мы блаженнее всех людей, потому что Бог призвал нас к Иисусу Христу, а Иисус Христос сказал, что никто не может прийти к Отцу моему, как только через меня. Слава Иисусу! Аллилуйя! И через Него, возлюбленные мои, ты не придешь никуда, и счастье твое не будет полным, если ты не придешь через Иисуса Христа к Богу, который простит тебя очистит и освятит и вновь сделает тебя сияющим, поставит себя пред собою Дух, Душа и Тело во всей целостности пред собою освященным и святым. Слава Ему! Возлюбленные мои, давайте мы предстанем пред Господом и стоя пред Его лицом возблагодарим Его за то, что Он совершил для нас, Он искупил нас, Он отдал себя в жертву, Он принес Себя, чтобы нам навсегда быть освященными. Слава Господу нашему! Возлюбленные мои, я прошу вас всех, давайте мы поднимемся и возблагодарим Господа в молитве нашей. Пусть имя Его будет благословенно! Аллилуйя! Достоин Ты Агнец Божий! Достоин Ты Агнец Божий! Достоин Ты Агнец Божий! Ибо Ты был заклан за нас! Аллилуйя! Аллилуйя! И кровью Слоею искупил нас от всякого колена народов и языков! Аллилуйя! Аллилуйя! Богу нашему, Господи, слава Тебе! Ты соделал нас царями и священниками Богу нашему! Аллилуйя! Аллилуйя! И теперь мы имеем Господи Божий, имея это Господи, дерзновение Божие, Агнец Божие! Посредством крови Твоей приходим к Богу нашему, Отцу нашему, Который нас назвал чадами Своими! Слава Тебе! Агнец Божие! Агнец Божие! Агнец Божие! Агнец Божие! Агнец Божие! Аллилуйя! Превознесен будь! Благословен будь! Аллилуйя! Аллилуйя! Да будет имя Господа благословенно! Да будет имя Господа благословенно! Отныне и вовек! Да будет имя Твое, Господи, благословенно! Отныне и вовек! Слава Тебе! Агнец Божий, Иисус Господь, помоги нам, Господи, даруй нам, Господи, сил, мы прибегаем к Тебе, Господи, мы предстоим пред Тобою, Господи, взываем к Тебе, ожидаем от Тебя милости, Господи, Боже мой, Агнец Божий, Господи, непрощенные грехи наши, мы исповедуем пред Тобою, Боже, и Господи, Боже мой, приемлем прощения, потому что Ты любишь нас, Аллилуйя, Аллилуйя, в любви своей Ты предал Сына Своего, Аллилуйя, 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 слава Тебе, в любви своей Иисус Господь принес Себя в жертву за грехи наши, Аллилуйя, слава Тебе, слава Тебе, А вот же, вспоминая о Тебе, Господь, а вот же, Господи, мы желаем, Господи, Боже мой, вновь и вновь осмотреть себя, вновь и вновь, Господи, Боже мой, оглянуть себя, Господи, со всех сторон, Господи, Боже мой, и признаваясь, Господи, Тебе, Боже мой, получить прощение у Тебя, слава Тебе, ибо Ты нас любишь, Ты нас любишь, Ты нас любишь, Господь, да будет имя Твое благословенно. Мы благодарим Тебя, прославляем имя Твое, имя великого Бога, да будет оно прославлено, возвеличено и благословенно. Жив наш Господь, Бог наш! Халилюя! Слава Ему в веки вечные! Аминь! И мы будем петь псалом номер 422. Что вину мне может смыть, о ничто, лишь кровь Иисуса. Номер 422. И мы будем петь псалом номер 422. Песня. 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 которое Иисус Христос совершил за каждого из нас, за меня лично и за каждого из нас. Такой благословенный псалом пропелли. Действительно, это целая проповедь. Это целая проповедь в этом псалме. Здесь говорится и о искупительной жертве крови Иисуса Христа, и о оставлении грехов, и о прощении грехов, и о оправдании, и о очищении, и о миле. Все в этом псалме было сказано. Это все соделало кровь Иисуса Христа, братья и сестры. Слава Богу, там на Голгофе она текла за каждого из нас. Но знаете, она текла там 2000 лет, но она не потеряла силу сегодня, вы знаете. Она та же самая, та же самая, она имеет ту же самую силу и прощать, и очищать, и даровать свободу, даровать мир, исцеление. Это кровь нашего Господа Иисуса Христа. Знаете, и вот начало всего, это было там, наверное, на небе, было какое-то совещание, было. Что там было, кто-то сказал, кто пойдет за нас. И вот Сын Божий сказал, вот я, Отец, пошли меня. Братья и сестры, Он пришел на эту землю добровольно. Его никто не заставлял сюда идти, никто не принуждал идти, но Он сказал, вот я, пошли меня. И Отец Небесный так любляет это человечество, так любляет этот весь мир, вас и меня, что отдал Его этого Сына. Он знал, на что Он идет. И Отец знал, и Сын знал, на что Он идет. И действительно, рожденный от Девы, проходя это земное поприще, Он, как все мы люди были, Он и жаждал, Он и хотел кушать и пить, Он и страдал, но самое большее в Него было страдание за человека. Самое большее в Него было страдание, когда Он видел падшего человека, далекого от Бога, от истины, упадшего, пораженного грехом, беззаконием. Он очень скорбел. Он очень любил людей. Знаете, вы помните тот случай, когда там город Койнаин, выходит процессия, идет, несут этого одного единственного Сына, этой вдовы, Он мертвый. А Пятая Заповедь говорит, что почитай отца и мать. Тогда не было Велфоров, не было пенсий, не было Сысаев, а одна надежда, это было дети. И все. И вот она идет и плачет, бедно убитое горе. Иисус не спрашивал о ее вере, о вере окружающих учеников, никого. Он написан, Он жалился над ней. У Него была большая жалость и любовь к людям. И Он жалился над этой бедной вдовой. И поднял ее сына, и отдал ее живым. И да, это наш Иисус Христос. Он очень-очень любил людей и любит тоже. И очень-очень сожалеет, когда мы, когда мы своими своей жизнью, своими поступками, своими, может, словами или осуждениями, не славим Его, а поносим Его, и не приносим Ему славу. И да, и братья и сестры, наш Иисус Христос, Он любит нас. И да, благословит нас Господь. Я хочу просто немножко поговорить о крови нашего Господа, Иисуса Христа. Я уже говорил, у нее есть великая сила. Великая сила. И нету ничего больше и сильнее на этой земле, как кровь Иисуса Христа, братья мои и сестры. Мы пропели, что она и очищает, и омывает, и прощает, и дает мир нам эта кровь Иисуса Христа. Это основание Слова Божия. Я буду читать эти места, где об этом все сказано. Но вы знаете, обетование крови Христа, оно еще написано в Исходе. В 12 главе. Я прочитаю это все местом. Когда израильский народ выходил из Египта, эти все казни были. Все, и вот 10-я казнь. И Бог говорит, и сказал Господь Мессею Иерону в земле египетской, говоря, месяц сей, да будет у вас начало месяцев первым, да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного акца по семейству, по акцу на семействе. А если семейство так мало, что не съест акца, то пусть возьмет соседом своим, ближнему к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислите на акца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколят его все общество израильского вечером. И пусть возьмут от крови его, этого акца, и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть едят мясо себе его всю самую ночь, испечен на огне и с пресными хлебами и с горькими травами пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне голову и с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте его же так. Пусть будет чресло ваше припоясанное, обува на ваших ногах и посохи ваши в руках ваших и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я, говорит Господь, а я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительны, когда буду поражать землю египетскую. Братья и сестры, так подумай, да, Господь, ну почему ты же знаешь израильтян, они же евреи, они имеют какие-то знаки на теле своем. Ну, сказал бы, я израильтян не трону, они принадлежат моему народу, я зайду в их дом и увижу там, что есть еврейское и пройду мимо. Ну, братья и сестры, ничего такого не было, ничего не было, а я увижу кровь, которая будет на косяках, на перекладинах окон, дверей и пройду мимо, и губитель не коснется. Братья и сестры, это большое обетование, которое даровал Бог своему народу. Может, кто-то из нас думает тоже, а я из семьи верующий, у меня прадед был пасторем, дед был служителем и отец тоже, и я пред Богом что-то стою, ничего, братья и сестры. Личное отношение с Иисусом Христом, если мы пришли под Его кровь, если мы покаялись и призвали Иисуса Христа в свою жизнь и почитаем Его кровь за святыню, Он будет проходить мимо. Но если я только называюсь христианин, но не имею участия в Его страдания, в Его пролитой крови, не принимаю участия много-много времени и немного-много лет уже, у нас нет защиты, Бог не будет проходить мимо. И потому да благословит нас Бог, это служение, которое мы будем делать завтра по милости Божьей, чтобы это мы все делали с искренним открытым сердцем, чтобы мы это почитали, кровь Иисуса Христа, за святыню, потому что это есть святыня, это есть то, самое, как я сказал, ценное, что есть на этой земле, что нам оставят, это кровь Иисуса Христа. И вот что сделала для нас кровь Иисуса Христа? Это искупление, братья и сестры. Это написано в первое послание Петра, первая глава 18-19 стих. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого акса. Братья и сестры, знаете, за искупление, может, люди отдавали бы много-много денег и может быть искупались, но нет, здесь написано ясно, что ни серебром и ни золотом искуплены мы от этой светлой жизни над драгоценной кровью акса. Однажды пролито там на Голгофе и он заплатил за нас эту цену. Да благословит нас Бог, чтить и помнить, что мы не свои, но мы куплены, братья и сестры, мы куплены дорогою ценою кровью Иисуса Христа. Пусть нас Бог в этом благословит, всегда помнит, жить этим и ценить этим, потому что Бог за нас, а если Бог за нас, то кто против нас? Оставление или прощение в крови Иисуса Христа. Это написано 26 глава Матвея, 28 сик. Это как раз в то время, когда Иисус Христос преподавал вечерю Господнюю своим ученикам в той горнице, то Он сказал и взял чашу и благодарил, подал и сказал пейте из нее все, «Ибо сей есть кровь моя Нового Завета за многих изливаемая на прощение грехов». Это кровь Иисуса Христа, братья и сестры. Когда мы участвуем в этой крови, мы имеем прощение, потому что так сказал Иисус Христос. Своей смертью на кресте Он, Иисус Христос, сделан возможным прощением грехов и проявлением милости к падшему грешнику. Святость осталась чистой. Милость и любовь улюдотворили требования правосудия, потому что за грех смерть, но дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе. В этом и есть, братья и сестры, суть Евангелии. В этом и есть суть Евангелии, что Христос прикровал за нас, чтобы мы имели жизнь и имели ее с избытком. Да благословит нас, Бог, мои дорогие, братья и сестры, в этом, ценить это. Оправдание. Это написано временам 5 глава, посланникам 5 глава, 8-9 стих. Я читаю. «Но Бог свою любовь к нам доказал тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Мы оправданы, братья и сестры, кровью Иисуса Христа. Сам себя человек оправдать не может. Грешника никто оправдать не может, только один. Иисус Христос кровь свою пролил, чтобы оправдать Его. Когда мы подходим к Отцу Небесному, Он на нас смотрит, на каждого из нас через кровь Иисуса Христа. Братья и сестры, благословит нас Святому Богу. Ценить это. Ценить и помнить, что мы купим дорогою ценой Его крови. Очищение. Это написано в первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. Если же ходим в освяте, и потом, как Он во свете, то имея общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Условия, мои друзья, братья и сестры, условия. Если мы ходим во свете Слова Божьего, поступаем по Слову Божьему, и имеем общение с друг с другом, молитвенных собраниях, собраниях, так, где собираемся вместе, мы склоняем колени, мы общаемся, мы рассуждаем о Слове Божьем, и пребываем Его любви, то написано, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Давайте вспомним постаршие люди, давайте вспомним ту жизнь, как мы жили в бывшем Советском Союзе, там, кто где, Украина, Россия, Молдавия, Белоруссия. Я думаю, что когда мы только сходились вместе, какие у нас были желания? Брат, давай помолимся, так или не так? Давай помолимся, давай то. И всегда мы старались пребывать в молитве, а эта молитва, это общение с друг с другом, это разговор с Господом, это мы чувствуем друг друга локоть, мы чувствуем друг друга, что мы близкие, что мы родные, что мы свои, что мы нужны Господу, братья и сестры. И потом кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Да благословит нас Бог, мои дорогие братья и сестры. Жить так же здесь, вы знаете. Сходимся мы, чай пить, да? Давайте будем молиться. Сходимся мы просто побеседовать. Давайте будем призывать имя Господа. Я особо обращаюсь к молодежи. Мои дорогие братья и сестры, молодежь, молитесь больше. Имейте общение друг с другом больше. Больше. Нуждайтесь в Господе всегда. И потом, когда вы будете иметь общение друг с другом, когда вы будете рассуждать о Слове Божьем, то кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Аминь? Аминь, братья и сестры. Аминь. Это обетование Слова Божьего. Это не я говорю, это говорит Слово Божье. И да благословит нас в этом Господь, братья и сестры. Также мы прочитаем что в Колоссянном послании, 1 глава, 20 стих. Послание апостола Павла к Колоссянам, 1 глава, 20 стих. И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью Христа Его и земное и небесное. Через кровь Иисуса Христа, мои дорогие, мы получаем мир. Мы получаем мир. Кто может покаяться уже в возрасте, не с детства, может быть, верующий в возрасте, он знает, что такое нет у мира в душе. Даже мы, взрослые люди, которые много лет верующие. И как бывает, что мы теряем мир. Теряем мир душевный, теряем мир духовный. Братья и сестры, как тяжело, да? Все не так, все не хорошо. Но когда Бог через кровь свою умиротворяет наши сердца, братья и сестры, нам хорошо. Мы всех любим, а так и не так. Мы всех любим, мы всем говорим хорошие слова, ласковые. А почему? Потому что через кровь Иисуса Христа в нашем сердце мир. Если кровь Иисуса Христа очищает наши сердца, дает нам мир, у нас мир в семье, вы знаете. У нас мир в семье, мир в церкви, мир с братом и сестрой, на работе. Везде у нас мир. Потому что Бог умиротворил через кровь Его, Судя Христа, наши сердца. Братья, да благословит нас Бог. Быть мирными, быть добрыми и олюбить всех. Потому что Иисус Христос через Свою кровь, Он умиротворил все. Есть миры, знаете, и в мире. Тоже говорят много о мире. Много-много говорят о мире. Я так считал статистику в одном месте. Видите, что за, куда ведется эта статистика, между странами было заключено 8 тысяч мирных договоров. Но все они были нарушены. Все эти договора были нарушены. А почему? Потому что там не было Иисуса Христа. Оно это все было по-человечески. А человек без Иисуса Христа, и его сердце не умыто кровью, оно не может быть мирным. Но оно сегодня пишет мирный договор, а завтра его нарушает, потому что серебролюбие все уклоняет. Да благословит нас Бог, мои дорогие, братья и сестры. Быть омытыми кровью Иисуса Христа наше сердце. Чтобы мы имели бы мир. Мир внутренний. Мир наружный. Сердечный мир. Тогда нам очень легко и хорошо жить, вы знаете. Все мы довольны. Все у нас есть. Да благословит каждого Господь. Я вот еду, я там часто езжу с одним человеком, так мы едем с ним по работе. Я где вижу полица, я поднимаю руку и говорю, да благословит его Бог. Он говорит, а зачем ты это делаешь? Я говорю, ну он же слуга Господа. Он, как? Ну я ему там объяснил Писание, где написано все. Он же, говорю, слуга Господень. Он говорит, а ты, говорю, что не благословляешь? Да, они мне там такое сделали. Я говорю, ты должен иметь мир в сердце и благословлять его. Он на службе. Он на работе у Господа. Ты понимаешь? Он говорит, ну да, ты прав, ты прав. Мы с ними поговорили. И я думаю, что он изменился. Братья, я говорю, да благословит нас Бог. Иметь мир в сердце. Всегда ко всем людям и со всеми. Самое главное, что кровь Иисуса Христа нам открыла доступ. Это написано евреям, 10 глава. Евреям, 10 глава. Я буду читать из 10 стиха и немножко ниже. Итак, братья, имея обязновение уходить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистить сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистую. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Итак, братья, имея обязновение уходить в освятилище, посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Кровь Иисуса Христа нам открыла доступ в освятилище Божие, братья и сестры. Такое было в храме, было святое, а потом было святое святых. В святое заходили там священники, а в святое святых всегда такая занавес, и туда только один раз в год заходил первый священник, и не без крови, а с кровью животного. Такое было положение, и он потом эту кровь молился за народ Божий. Но кровь Иисуса Христа, которая была пройдена на Голгофе, братья и сестры, эта занавес разорвалась. И все мы имеем прямой доступ к Иисусу Христу, в это святое святых. Мы можем стоять в любом месте, ваша комната, машина, церковь, где вы только не есть. Но если ведь свое чистое сердце, а мы твоей кровью Его открываем пред Господом, Он там. Мы имеем с Ним общение, мы имеем с Ним молитву, мы Ему говорим, Он нам отвечает, мы Его слушаем, Он нас слушает, братья и сестры, имеем общение, Он нам прощает, очищает, и да благословит нас Бог, мои дорогие братья и сестры, почитать кровь нашего Господа Иисуса Христа за святыню, ценить ней, дорожить ней, и если призывают иметь участие в крови Его пролитой и в ломимом теле, не откладываем. Но надо так делать, чтобы мы участвовали. Еще, чтобы мы участвовали, знаете, не в усуждении, но для получения благословения. Со Христа Иисус Христос произнес слово такое, совершилось. Кровь Иисуса Христа совершила три вещи. Она улитворила Бога, потому что Он спасает народ Божий и смотрит на нас через кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа, она спасла грешников, братья и сестры, из которых я первый. Иисус Христос, да, кровь святую из-за меня. И эта кровь Иисуса Христа, она омила меня, очистила меня, даровала в сердце мое мир. И я радуюсь этому, братья и сестры. Радуетесь и вы. Давайте будем радоваться, что кровь Христа, она жива сегодня, она мывает, очищает, и да благословит нас в этом Бог. Еще одно. Она заставила молчать дьявола. Да, он кривещет, но ничего не может сделать, потому что заплачена цена. Заплачена большая цена. Кровь Иисуса Христа заплачена за каждого, кто приходит пред Ним. И она омывает, очищает и дарует спасение, прощение, благословение, радость и мир. Да благословит нас Бог в этом, братья и сестры. Знаете, еще есть, в крови Иисуса Христа есть великие обетования. Я прочитаю эти обетования, которые Иисус Христос сказал сам за свою кровь и за эти обетования, которые Он даровал нам, дарует нам у своей крови. Это будет Иоанна от Иоанна, шестая глава. Шестая глава Иоанна от Иоанна. Я буду читать из 54 стиха, здесь несколько стихов. «Ядущая мою плоть и пьющая мою кровь имеет жизнь вечную». Братья и сестры, обетование, если мы это делаем, мы имеем жизнь вечную. «И я воскрешу Его последний день». Аллилуйя! Что может быть ценнее обетования? Что если мы участвуем в этом служении, если мы ценим их кровь Иисуса Христа, если мы ее принимаем, Иисус Христос сказал, что мы имеем жизнь вечную. Мало того, я Его воскрешу последний день. Аллилуйя! Это обетование моего дня. Братья и сестры, «Ибо плоть в Моя истина есть пища, и кровь в Моя истина есть питье. Ядущая мою плоть и пьющая мою кровь пребывает во Мне, и Я в Нем. Как послал Меня Отец живой, и Я живу Отцом, так и ядущий Меня жить будет Мною». Мои дорогие братья и сестры, это обетование настоящей жизни и будущей. Настоящая жизнь та, что кровь Иисуса Христа в нас, она дает нам силу побеждать грех. Она дает нам силу противостоять греху. Она дает нам силу быть мирными, добрыми. Это обетование Иисуса Христа. Мало того, мы будем иметь жизнь вечную. И Христос сказал Сам, «И Я воскрешу Его в последний день». Наша цель, братья и сестры, небо. Аминь. Небо. Небо. Цель нашей жизни – это небо. Обетование Иисус Христос дал. В крови Иисуса Христа. В своей крови Он дал обетование, что если вы будете пить Мое воспоминание, то Я воскрешу вас в последний день. И там, где Я, там будете вы. Аминь. Аминь. Давайте помолимся, братья и сестры мои. Поблагодарим нашего Господа за кровь Его святую, и чтобы мы были угодными Ему, для славы Его. Аминь. Алилюя. О Господь, Ты есть сильный Бог. Ты есть благословенный Бог. Ты есть милующий Бог. Ты есть Бог, дарующий мир, дарующий радость, дарующий благодать и дарующий благословение. Алилюя. И я благодарю Тебя, что Тихо, Сама, Благодаря. Добро пожаловать в наш канал! 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 Аминь! Добро пожаловать в наш канал! 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 родителей, которые вырастили этих детей. Господи, помоги им. Да будет Твоя милость над Анатолием и Наташей, а мы придаем их благодати Твоей, призывая Твое благословение во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Присядем в церковь. Поздравляем, Анатолий. Благословитель Господь, Наташа. Благословитель Господь. Можете присесть. Можете присесть. Друзья, что касается наших служений, завтра воскресенье, первый день сентября месяца, и у нас, как всегда, вечеря Господня, воспоминания смерти нашего Спасителя. И мы готовимся к причастию. Да благословит всех нас Господь. Да благословит всех нас Господь. И мы, готовясь к этому служению, будем просить у Господа милости и благословений. Что касается завтрашнего дня, как всегда у нас есть между служениями еще молитвы, вечером у нас будет межцерковное, наше штатовское молодежное служение, и мы будем молиться, чтобы Господь благословил наши служения. Дорогие мои, что касается похорон брата Ивана Прохоровича, значит, похороны будут на среду, на новом кладбище, на 11 часов утра. А мы будем молиться за Светлану Борисовну и за все это большое семейство, да утешит их Господь. Для братьев и сестер, как мы говорим, сосуды в церкви, кто имеет пророчество, видение, во вторник у нас будет молитва. Пожалуйста, сосуды, готовьтесь к этому служению. Это то, что касается, друзья мои, наших служений. У нас есть нужды. Я их прочитаю. Дорогие братья и сестры, очень прошу вас, помолитесь за меня, чтобы Господь укрепил меня и дал мне силы, а также, чтобы Господь ответил мне на нужду, за которую я молюсь уже 10 лет. Я верю, что Господь силен мне дать ответ. Очень благодарю за молитвы, сестра. Помолимся, даявит Господь милость нашей сестре и даст ответ. Возлюбленная Господом церковь, сердечно прошу вас, поддержите нас в молитве. Мы нуждаемся, чтобы Господь послал мир, любовь и взаимопонимание между нами, родственниками, ибо сам Господь источник всего доброго. Так хочется жить дружно, заранее благодарим. Спасибо, члены церкви. И мы помолимся об этом. Дорогие братья и сестры, пожалуйста, помолитесь за меня, чтобы Господь укрепил и духовно, и телесно просить сестра в Господе. Прошу, помолитесь за моего мужа. Он охладел, не хочет ходить в собрания и пьет. Пусть Бог благословит церковь. Спасибо за молитву. Боже, я вимилостую и этой душе. Дорогая церковь, пожалуйста, помолитесь за сына, чтобы Господь явил милость, открыл ему глаза, видеть, что он на неправильном пути. Да, явит Господь милость и откроет глаза, а мы помолимся, друзья. Дорогая церковь, помолитесь, пожалуйста, за моего брата, чтобы Господь исцелил его от болезни и помиловал его, чтобы открыл его сердце для покаяния, дабы не погибла душа. Просит сестра Тамара, и мы помолимся. Дорогая церковь, сердечно просим, помолитесь Господу о нашем сыне. Он далеко от Господа. Сильно раздражен. Не хочет ходить в собрания, чтобы Господь коснулся его сердца, дал силы покаяться и служить Господу. Ведь только Господь усилен изменить, освободить по молитве церкви. Ведь наш Господь всемогущий, и мы верим в Его силу, просят родственники, и мы помолимся. Дорогие братья и сестры, просим вас, помолитесь за нашего сына, чтобы Господь освободил его от этого греховного мира, и он покаялся и служил Господу. Помолимся. Дорогие братья и сестры, у нас кричащая нужда за нашего сына. Просим, помолитесь о нем, чтобы Бог его устрашил и обратил к себе, дал покаяние и хранил всю его жизнь в своих руках, чтобы он служил Господу с чистой совестью и сердцем просят родителей. Дорогие мои, такие вот, такие вот непростые, непростые, но весьма, весьма сердечные нужды народа Божьего о том, чтобы народ Божий, Церковь Господня совершала молитвы. Мы также помолимся, друзья, за наших больных, братьев и сестер, да явит им Господь милость. Мы молимся за Свету, мы молимся за Ларису, за наших сестер, молимся за Лилю, за Лесю, за Струтаню, Надю, Любу, молимся за Струвалю, за Струэму, за сестру Лену и за Струлену нашу молимся, да явит Господь милость свою. За братьев наших молимся, брата Леонида, брата Володю, Щеголькова, да явит Господь милость нашим братьям, брату Владимиру, брату Петру, престарелым братьям и сестрам, да явит Господь милость свою. Братья и сестры, в церкви умножаются, за сестру Людмилу Михайловну помолимся, за престарелых сестер помолимся, сестру Пашу, сестру Анну, сестру Лидию, Струнину, сестру Ольгу, да явит Господь милость. Над больными детками, да явит Господь милость. Мы о них также молимся. Дорогие мои, в церкви, как на земле, у нас умножаются вдовы и сироты. И я также прошу церковь молиться о вдовах и сиротах. Им непросто. Поэтому давайте сердечно будем совершать молитвы. Если у вас есть просьбы, приветы, нужды, передайте, и мы пойдем на молитву. Встанем пред Господом, братья и сестры. За дарованный вечер, Отец Небесный, за это благословенное слово, которое Ты дал нам через наших братьев, через стихотворение, через пение хора, Господи, через гусли, из которых мы пели псалмы, назидая нашу душу, укрепляя наш дух Господь, и плоть наша Господь находила покой. Боже, в лоне Твоем мы Тебе сердечно, сердечно, сердечно благодарны. Аллилуйя, Аллилуйя, Ты наш Бог. Благодарим Тебя, Отец, за Сына Твоего, а нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, Который искупил нас быть народом Твоим, Своей жизнью, смертью на кресте Голгофы, отдав жизнь свою на кресте Голгофы. О, Иисус, Ты наш Спаситель, Ты был положен во гроб, но на третий день Ты воскрес, Ты вышел из могилы, Ты совершил великую победу, и мы вспоминаем тот великий подвиг Твоих страданий, Твоей святой крови, Твоей смерти и Твоего воскресения. Господи, готовясь к этому служению, Ты, Боже мой, являл милость каждой душе, Ты, Господи, работал над каждым из нас, дабы освятить наш дух, нашу душу и наше тело во всей целостности. Ты, Бог святый, Ты заповедовал нам быть святыми, потому что Ты свят. О, Дух святый, укрепи нас, укрепи нас могуществом силы Твоей и отображай нас во Христе, а Христа отображай в нас для славы Бога нашего и для искреннего служения и святой благочестивой жизни пред нашим Господом. Благодарим Тебя за это служение. Благодарим Тебя, Господь, что Ты помогаешь нам и ведешь нас. Ты наш добрый пастырь. Твоя милость да будет над нами, Господь. Благоволи милостью Твоей каждому члену церкви и кто посещает нас. Господи, завтрашнее наше богослужение благослови, Господь. Удостой нас достойно совершать и достойно участвовать в святыне Твоей, приобщаясь к телу и крови Твоей, дабы жить Тобою. Благоволи милостью Твоей, Отец, и укрепи Духом Святым. Даже если кто-то колеблется, Господь, Боже мой, но Ты благоволишь, Господь, и стучишь в это сердце, да будет оно открыто. Господь, да войдет туда слава Твоя, любовь Твоя, мир Твой и покой Твой. Милосердный, мы нуждаемся пред Тобою о завтрашнем дне и просим у Тебя благословения. Дорогой Господь, а также Ты знаешь все наши нужды, они ведомы Тебе. Господи, утешь семью брата покойного Ивана Прохоровича. Господи, Боже мой, утешь семейство Журавель, Лазаревич, Господь, всех близких и родственников, и помоги нам также совершить похороны в среду брата Ивана. Да будет Твоя милость в этом. Помоги нам, Господь. Боже, да будет милость Твоя над нуждами народа. Ты их знаешь. Ты знаешь вдов и знаешь сырот. Утешь их милостью Твоею. Помоги им в нуждах. Твоя милость и благословение да будут над ними. Ты знаешь, Господи, народ молится к Тебе и просит у Тебя на нужды, ожидает ответов. Поспеши на помощь, Господь. И сестра, которая написала эту записку, поспеши на помощь ей и дай ей, Господь, ответ. Укрепи ее благодатью Твоей. А также, Господи Боже, Ты знаешь родство, которое нуждается, чтобы Твой мир и любовь пребывала среди этого родства. Благослови их добрые желания. И да будет Твой мир и Твоя любовь в семьях народа Твоего и среди родства народа Твоего. Ты, Бог мира, да будет Твое пребывание с нами. Добрый Господь, Тебе ведомо души, это мужья, это братья и сестры, это сыновья, которые вдали от Тебя. Милосердный Боже, Иисус, Твое слово говорит, что Ты пошел в преисподню и свидетельствовал тем духам, которые были в свое время непокорны, водниноя во время строения ковчега. О, милосердный Спаситель, снесайди Твоей любовью к этим душам, Господь, к этим душам, которые отошли от Тебя, которые, Господь, спустились так низко в этот ров погибели. Господи, Боже мой, в это ужасное болото греха, но Ты, добрый Бог, яви милость Твою, яви милость Твою сыновьям, о которых просят родители, яви милость тем семьям, Господи, где есть этот грех, дай Твой страх. Господи, Боже, умножь Твою веру и да обратится народ к Тебе. Мы просим Тебя об этих нуждах. Дорогой Господь, Ты знаешь больных наших братьев и сестер, Ты знаешь, Господи, Свету, Ты знаешь Ларису, Лилю, Лесю, Таню, Надю, Господь, Любу, Эму, Валю, Ты знаешь Лену и Лену, яви милость Твою, Господь. Боже мой, а кого мы даже не вспомнили, а он имеет нужду в исцелении, яви милость Твою, Господь. Яви милость Твою, брату Леониду, брату Володе нашему, Жене, Господи, Боже мой, Владимиру, Петру, престарелым братьям, яви милость Твою. Ты знаешь престарелых сестер, сестру Пашу, сестру Людмилу, сестру Анну, сестру Лидию, сестру Ольгу, Нину, Господь, Марию, яви им милость Твою. Ты знаешь больных деток, да будет милость Твоя над ними, исцели их. Боже святый, не удаляйся от нас. Боже милосердный, поспеши на помощь нам, поспеши на помощь каждой нужде, каждой семье и каждому члену церкви, кто посещает нас. Твоя милость и ограда, да будет над нами, дорогой Господь. Боже святый, благослови и храни страну нашу, и да обратится страна наша к Тебе, да обратится к Тебе Израиль, Господь, да будет народ Твой, храним по всему лицу земли. Мы благодати Твоей предаем дом молитвы, благодати Твоей мы предаем друг друга. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Приветствуемся, друзья, и с Господом. Да благослови всех нас Господь.